Добрый день! С вами Светлана Вронская, автор телеграм-канала Analytics Now и подкаст серии «Эры искусственного интеллекта» TED-Visor. Пересматривая список наших выпусков про отраслевое использование искусственного интеллекта, я поняла, что мы пропустили индустрию, которая одной из первых шагнул на поле AI, а именно телекоммуникации. Поэтому сегодня говорим о связи и связях. Ассоциация JSMA Intelligence прогнозирует, что к 2025 году в мире будет 8,6 миллиардов сим-карт, а прямо сейчас, в начале 2021-го их 7,9 миллиардов. А теперь вспомните, какое население Земли. И в ближайшие несколько лет, по свидетельству аналитиков трактика, телекоммуникационная отрасль вложит порядка 36 миллиардов долларов в технологии искусственного интеллекта, программное обеспечение, оборудование и сервисы с их использованием. На что же идут эти деньги? Согласно недавнему отчету Ростелеком и TED-Visor, искусственный интеллект в телеком-секторе прежде всего используется для следующих целей. Прогнозирование оттока клиентов, рекомендательные сервисы как для абонентов, так и для сотрудников отдела продаж, создание чат-ботов и голосовых помощников, автоматизация работы с документами, создание системы речевой аналитики и планирование рабочего времени сотрудников, то самое Workforce Management. Кстати, любопытно, что исследование не затронуло такую важную область работы с искусственным интеллектом, как оптимизация работоспособности оборудования. Но я забегаю вперед, давайте по порядку. Итак, есть четыре основных блока, в которых операторы связи и другие компании, работающие в области телекоммуникации, используют искусственный интеллект. Инфраструктура. Аналитическое агентство IDC считает, что более 60% инвестиций телеком-отрасли в ИИ технологии пойдет именно на это направление. И основным сценарием использования ИИ решений в отрасли связи станут инструменты для мониторинга сетевой инфраструктуры и управления ее работой. С помощью искусственного интеллекта операторам связи намного легче совершенствовать и оптимизировать собственные сети и инфраструктуру. AI и машинное обучение помогают анализировать данные и при необходимости вносить исправления для того, чтобы без остановок оказывать услуги связи и не привлекать внешних поставщиков для этого. Это позволяет операторам связи создавать самоорганизующиеся сети Self-Organizing Network, SONE, которые конфигурируются самостоятельно на основании информации о трафике в регионе и временной зоне и самостоятельно же исправляют в себе ошибки. Такого рода сеть может прогнозировать появление подобных ошибок и в будущем. Среди популярных решений для таких задач является Zero-Stacks Z-Brain Cloud Management, который анализирует объем хранимых данных в частном облаке и использует эту информацию для планирования ресурсов, обновлений и общего управления сетью. Похожие решения есть у Area Networks, у Sedona Systems Netfusion, а Nokia вообще создала собственную платформу для управления сетью, чтобы лучше планировать ресурсы и прогнозировать сбои сервисов на период ближайших 7 дней. Еще один кейс применения искусственного интеллекта для работы с инфраструктурой в телекоме – это оптимизация сотовых вышек. Регулярная поддержка и проверка мобильных вышек – это одна из постоянных задач телеком-операторов. Требуется выезжать на места для того, чтобы удостовериться, что дорогостоящее оборудование функционирует правильно. С помощью видеокамер, которые оснащены модулями AI, можно этого не делать, как вы понимаете. Также с помощью искусственного интеллекта можно уведомлять операторов в режиме реального времени о непредвиденных ситуациях, таких как пожары или наводнения. Можно устанавливать сенсоры интернета вещей на вышки и использовать многочисленные алгоритмы машинного обучения для анализа больших данных, которые они будут собирать. Едем дальше. Предиктивное обслуживание. Сбой в сотовой сети – это всегда катастрофа, которая очень негативно влияет на имидж телеком-оператора. Искусственный интеллект позволяет операторам связи мониторить оборудование и таким образом предотвращать сбои в работе сети. Это делается с помощью предиктивного анализа. Как только данные попадают в систему, они сравниваются с предыдущими данными, которые, как уже известно, привели к сбою в работе сети. Если эти данные похожи, то в ход идут инструменты, которые проактивно починят все то, что могло бы сломаться в оборудовании – в сотовых вышках, в линиях электропередач, в серверах, в центре обработки данных и даже в роутерах дома у абонентов. В качестве интересных примеров здесь можно привести использование AT&T в Америке – машинного обучения для полного мониторинга инцидентов в сети в режиме реального времени. Используемая технология способно предотвратить до 15 миллионов сигналов о нарушениях в день, еще до того, как абоненты заметят, что что-то пошло не так. Этот американский оператор также использует искусственный интеллект для поддержки процедур работы над сетями, дроны для проверки покрытия сети LTE и анализ видеоданных дронов для техподдержки и управления вышками. Голландский телеком-оператор KPN совместно с Accenture использует камеры с супервысоким разрешением для того, чтобы сети 5G могли сканировать и анализировать области, где сеть особенно активно используется и может «провалиться». Далее – виртуальные помощники и чат-боты. Тот же KPN анализирует записи операторов контакт-центра для того, чтобы на базе агрегированной информации изменять автоответы в кулл-центре. Они же отслеживают и анализируют поведение абонентов дома, конечно, с их разрешения, я надеюсь. Например, насколько часто те включают и выключают модем или роутер, что может свидетельствовать о том, что сигнал в Wi-Fi сети слабый. Но такая забота об абонентах с помощью искусственного интеллекта – ничто по сравнению с самым очевидным кейсом создания виртуальных помощников и чат-ботов. У кого только их нет. У Vodafone – Тоби, у Телефоника – Аура, да и у AT&T, Verizon и CenturyLink тоже есть. Они все создали ассистентов, которые помогают абонентам разобраться с базовыми проблемами и вопросами. Конечно, с голосовыми помощниками труднее всего, ведь они не могут до конца пока понимать человеческий диалог. Например, Comcast выяснил, что фразу «Я хочу увидеть свой счет» клиент может произнести, используя 7500 различных слов и фраз. Попробуйте, правда, на английском, но все равно попробуйте. Как вы понимаете, если в чат-бот не залить все эти комбинации, он клиента просто не поймет. Тем не менее, как-то они работают. Вот, к примеру, Тоби у Vodafone отвечает на простые запросы абонентов. Мика у Nokia помогает решить вопросы с сетью. Некоторые прибегают к помощи уже известных виртуальных помощников. Так поступил, например, оператор Dish Network, которые с помощью Alexa от Amazon решают эти вопросы. И последний блок – это предотвращение злоупотреблений. С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения становится проще применять алгоритмы, которые предотвращают злоупотребление в использовании сети. Накопленная база абонентов поможет заподозрить в кавычках человека, который задумал или уже делает недоброе, и оперативно оповестить об этом соответствующий отдел. Вообще, телекоммуникационная отрасль – перспективная среда для дальнейшего развития и применения технологий искусственного интеллекта и в России. Вот несколько примеров на родине. Еще в 2014 году, 7 лет назад, на основе искусственного интеллекта Мегафон создал виртуального консультанта Елену. Она может самообучаться и помогает решать различные вопросы клиентов, а также способна общаться как человек, а не просто выдавать заготовленный человек. Вот, например, Елена может отреагировать на приглашение на свидание. Не знаю, правда, как. Эти же технологии Мегафону помогают оптимизировать работу салонов связи. А на основе анализа больших данных оператор создал линейку тарифных планов. Ростелеком уже 4 года использует цифровой аналитический сервис с искусственным интеллектом для выявления и анализа долгосрочных отраслевых и кроссотраслевых трендов. Это автоматизированная самообучаемая система, которая может всесторонне анализировать тренды любых совершенно отраслей. Технологии ЕИ помогают МТС узнать, какие услуги нужны клиенту, прогнозируя желание абонента воспользоваться тем или иным сервисом. Например, система видит, что клиент часто удаляет файлы и приложения, чтобы освободить память телефона. При этом абоненты с похожим профилем успешно пользуются облачным сервисом «Вторая память». Поэтому, когда клиенту не хватает оперативной памяти, МТС предлагает ему установить приложение для хранения данных в облаке. И такой подход увеличивает эффективность кампании на 20% по сравнению даже с традиционной рекламой. Бумпилком пользуется чат-ботом на основе искусственного интеллекта для автоматизированного обслуживания клиентов на сайте и в мобильном приложении. А «Теледва» тоже несколько лет назад первым среди своих конкурентов запустил продажи сим-карт через автономные сим-коматы с искусственным интеллектом. «Эртелеком» также создал платформу искусственного интеллекта, которая анализирует снасловую связку между словами, фразами, предложениями всего речевого материала, который к ним попадает и выстраивает внутрилогические связи. Она анализирует, например, каждый сценарий предыдущих разговоров клиентов, которые по итогам общения с менеджером выбрали для себя более скоростной и дорогостоящий тариф. И для дальнейшего общения уже разрабатываются сценарии, когда искусственный интеллект при общении с клиентом сам будет предлагать определенные вопросы и темы для обсуждения, которые и привели в реальной жизни до этого к такому решению. В общем, еще раз о том, где искусственный интеллект в «Телекоме» – в «Железе» и в общении с покупателями. И если первое остается для нас, обычных абонентов за кадром, то искусственный интеллект, который обращается к нам от имени оператора связи, наведу, и мы надеемся, что он будет становиться все более и более умным. А с вами был ваш голосовой помощник Светлана Вронская, автор телеграм-канала Analytics Now и подкаст серии «Эры искусственного интеллекта» от Advisor. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok